Первый человек в России, зашедший на все 14 восьмитысячников, с рекордсменом Пековой Алиной Юрьевной, с даты установления рекорда 9-10-2024 год, объявляю рекорд официально зафиксированным. Альпинистка Алина Пекова теперь и в Книге рекордов России. Первая представительница нашей страны, всего третья женщина в истории, кому удалось покорить самые высокие горы планеты. Много раз было страшно. Были там мелкие лавины. Когда я поднималась на Гашебрум первый, мы думали даже развернуться, но пришлось рискнуть. И несмотря на эти мелкие лавины, на нас прям сходили лавины. И непонятно, каких размеров будет. 14 вершин мира, каждая выше 8 тысяч метров. На территории Непала, Пакистана, Китая. Для покорения всех точек Алине Пековой потребовалось полтора года. За такой короткий срок сходить 14 восьмитычников, 14 сложнейших, высочайших вершин мира, невозможно. И то, что она совершила, это просто результат какого-то очень сильного характера, очень огромного желания это сделать. Головокружительные кадры восхождений. Вот заключительный этап подъема на одну из самых высоких гор планеты, Шишабангму. Вот мы приближаемся. Ветер сносит с ног, холод пробирает насквозь, а так альпинисты добывают воду. С виду на нее посмотришь, она такая нежный цветочек, но внутри просто стальной характер. Если Алина чего-то хочет, в этом мире нет силы, которая смогла бы ее остановить. Нет ни одного момента, который мог бы заселить в ее душу хоть каплю сомнений, если она приняла для себя решение. Про личность Алины Пековой известно не так много. По образованию филолог, работала в сфере ювелирного бизнеса, никогда не занималась профессиональным альпинизмом. Увлеклась в 2017-м, когда покорила самую высокую точку России и Европы Эльбрус. Это наше главное достояние, мне кажется, республики и вообще России. Поэтому он для меня очень много значит. Мне всегда нравится после таких долгих поездок возвращаться на Эльбрус и просто смотреть и сравнивать, наверное, где-то внутри наши горы с теми горами, где удалось побывать. Покорить восьмитысячники российская спортсменка могла еще быстрее, если бы не трагическое обстоятельство. Когда Пекова уже готовилась к восхождению на гору Шишабангма, там сошла лавина, несколько альпинистов погибли и местные власти временно запретили экспедиции. Даже если там есть поддержка, даже если там тебе помогают, но это настолько сурово, это настолько выход вообще в другой мир, в космос фактически, что для этого надо обладать очень серьезным мужеством, чтобы рискнуть на это. После достижения цели, которая была главной в ее жизни последние несколько лет, Алина признается, что больше всего хочет отдохнуть. Дальнейшие планы пока не строят, однако точно они будут связаны с экстримом и горами.